Всем привет! Сегодня у нас 29 апреля. Посмотрим на весы. На весах у нас 61800. Всем привет! Сегодня у нас 29 апреля. Мой очередной отчет по весу. В принципе снимаю такие короткие видео для того, чтобы видеть свой прогресс, либо регресс. Падает мой вес, либо растет мой вес. Вот моя красотка. Прочитала, сделала топик. В общем, такие дела. В общем, на этой неделе вес у меня подрос. Ну, растет он из-за гормональных вот этих качелей. Две недели где-то растет, две недели падает. Это вот такой вот женский цикл. Как бы ничего с этим не поделать. Ничего, ничего. Хочу сказать, что, а в итоге чокаю. Ничего с этим не сделать. Это женские вот эта природа, женские гормоны. Хотя я не совсем как бы, не совсем ровно, да. День в день там у меня все происходит. Но примерно в рамках вот, в рамках месяца, около двух недель у меня вес растет, две недели вес падает. И просто я знаю об этом и так же продолжаю так же питаться, продолжаю так же заниматься. Там, все, что я делала с собой, так и делаю. Свои йоги, свои упражнения, растяжки. Ну, йогу я, кстати, перестала делать. Растяжки делаю. Упражнения с гантелями, аэробику делаю. Ну, вот, все, да, в принципе. Сейчас иногда ездим на велосипеде, иногда не ездим, но тоже физическая активность. Ну, и в плане во дворе сейчас тоже физическая работа добавляется по мере потепления. Поэтому и там тоже достаточно у меня физической активности. Вот несколько дней я носила часы свои электронные, но тогда у меня как бы были планы в городе, и тоже надо было много ходить. И у меня выходит по 14, по 13 тысяч шагов в день. Если я дома, ну, например, не в городе, то у меня где-то 10 тысяч шагов выходит. Ну, то есть чуть-чуть поменьше дома, но все же достаточно много я хожу. Ну, это помимо того, что еще вот различные упражнения у меня, которые я делаю специально. Вот. На этой неделе говорю из-за того, что вот эти гормоны играют, и поэтому аппетит был такой зверский. Постоянно хотела скушать. И даже вот помню, что некоторые дни, что просто сидела и жевала, жевала, жевала что-то. Ну, вот такие вот бывают, да, у нас качки. И аппетит, а скачки, когда настроение меняется. Ну, в общем, такие мы гормональные существа, ничего с этим не поделаешь. Сегодня только прикол на эту тему видела Рилс, но как бы не смогу пересказать. Немножечко сильно грубо будет. Ну, в общем, там о том, что у женщин в среднем 8 лет за жизнь менструация. И, в общем, на эту тему Рилс был смешной. Так, в общем, что еще хотела рассказать про свой график. Я решила же режим сна и бодрствования свой наладить, режим дня. Но, короче, в 5 дней, в неделю я вставала в 5 утра, ложилась в 10 вечера. Ну, старалась примерно так. Ну, даже там если в 20 минут 11 лягу, то это как бы не такой уж проступок. Ну, вот где-то около 10 ложилась, в 5 вставала. И я очень чувствовала себя бодренько. Вот, в 5 встала и все, пошла, пошла, пошла дальше делать свои дела. Как бы вот такой вот режим себе установила. Но на выходные, как бы подумала, ну, выходные же. Вот, выходные можно и попозже лечь, попозже встать. Но выходит, что в выходные, когда ты сбиваешь себе режим, ложишься попозже и встаешь попозже. Ты потом, как вареная сосиска, полдня раскачиваешься, полдня не можешь прийти в себя. Хочется все время спать. В общем, такая вялая. И то есть я понимаю, что мне, скорее всего, в таком режиме придется существовать. Ложиться в 10 и вставать в 5 часов. Вот, зато чувствуешь себя пободрее, потому что вот встала, все. Сделала свои зарядки, начала заниматься, там, детей в школу собирать. Пошла, пошла, пошла и все. И как бы... В общем, не знаю, насколько это у меня получится, сохранять такой режим. Потому что всегда есть соблазн подольше задержаться, подольше не ложиться спать, что-то где-то посмотреть. Либо подруга раньше у меня вот звонила, ну вот так вот по темноте, да, я выходила с ней, разговаривала. Ну как раз как бы и воздухом дышишь, и дети, все, все дела сделала. Детей уложила, все. Я могу спокойно выйти, вот подышать воздухом, поболтать с телефоном. Такая у меня мини-прогулка перед сном была. Ну и как бы настроение, да, поднимаешь, потому что она там что-то мне свое расскажет, я ей что-то расскажу, и как бы пообщались. И как бы на душе веселее. Ну в общем, такие у нас были с ней разговоры сейчас. Не знаю, получится ли в этом режиме или нет. Либо все же придется как бы хотя бы будние дни в таком режиме, а на выходные спать как попало, но зато поговорить с подругой нормально. Но сейчас она стала мне днем звонить, но если у меня день, а у нее утро. Поэтому, конечно, если захочет человек общаться, он всегда найдет на тебя время. Хоть ночью, хоть днем, хоть у него там, не знаю, куча занятий всяких. Там и учеба, и работа, и там семья, и все. Но если человек захочет общаться, он всегда найдет время. А если человек не хочет общаться, то даже у него он будет вообще не работать, ничего не делать. Но время на тебя у него не будет. Поэтому вот так вот. Я думаю, что как-то приспособимся и будем общаться дальше. Там будет видно. Мне вот надо сейчас с этим графиком своим разобраться. Но говорю, вот я себя получше чувствую, когда я встаю в 5 утра. Потому что прям высыпаюсь. Потому что ложусь раньше. Все взаимосвязано, в общем. Что еще могу рассказать? Витамины сейчас не пью. Ну, говорила в тот раз, что чувствую себя хуже. На этой неделе как бы вроде бы не почувствовала уже разницы. Может, привыкает организм. Коллаген пока тоже не пью. Он где-то пришел на Валдеррис. Надо забрать коллаген для кожи. Чтобы у меня все подтягивалось. Чтобы я все свежее и моложе выглядела. Вчера, кстати, посмотрела видео. Там Екатерина Климова. Это актриса такая. Она рассказывает про свой макияж. Как она делает макияж. В общем, она там много внимания. Уделяет именно уходу за собой. Там у нее какой-то массажер есть такой. Специальный. На котором она мастирует лицо. В общем, там есть у нее какие-то холодные ложки. Вот она их с утра прикладывает в зоне под глазами. И в общем, не так она уделяет даже внимание косметике. Как она уделяет внимание в целом уходу за собой. И вот я обратила внимание, что вот тоже. Хотя она актриса, да, знаменитый человек. Но нет у нее там каких-то нарощенных ресниц. Там графичных бровей. Как сейчас модно, что все брови одинаковые. Ресницы одинаковые. Все одинаковое. Даже ногтей, по-моему, у нее тоже нет. Ну вот было. Либо они просто нюд, либо их вообще нет. Вот. И я видела, ну она, когда там делала, красила. Она приклеивает какие-то пучки себе ресниц. Она говорит, только в уголках глаз делает. Чтобы, типа, чуть-чуть был распахнут взгляд. Ну, в общем, есть у нее какие-то свои секреты. И мне очень понравилось, что она вот. Хотя она, по-моему, старше меня. Наверное, даже намного старше. Но она выглядит вообще обалденно. Она такая красавица. И даже и без косметики. Очень, очень, очень свежая, приятная женщина. И вот у таких, у таких девушек, женщин хочется учиться, что-то брать для себя. Потому что, ну, понимаешь. Видишь результат на лицо, что возраст и внешний вид ее. Понимаешь, что есть там, к чему поучиться у этой женщины. В общем, я потом вам ссылку дам в описании. Там, где она красилась, вот это все. Марафет наводила, рассказывала, чем она пользуется. Может, кому-то будет интересно посмотреть. Ну, а на сегодня всем пока. До новых встреч. Прям какой-то человек, в общем, постоянно визиты отстрелял. Что, как на такси, как на мастер по этой, короче, сантехнике. Ну, вот я послевнела. Он пришел, мне это прям, припаял. В общем, там, в этой серой монеты все ломается, пришелся. Ну, хотя бы тоже сложно, сегодня еще день прошел. Вот, пришла, тюнин себе купила. Надеюсь, вот это вы не будете плавить. Мне розетки и прям мидер, как можно себе купила. И для длинных еще. Вообще, это только приборки.